Друзья, всем привет! Сегодня мы рассмотрим самую, на мой взгляд, лучшую экшн-камеру 2017 года Sony FDR-X3000, снимающую, конечно, в формате 4K. Именно она является убийцей GoPro Hero 4 Black, да, в общем-то, и GoPro Hero 5. Несмотря на подобные характеристики, она снимает стабилизированную картинку с прекрасными цветами и направленным двумя микрофонами разборчивым звуком. Я думаю, каждому из вас надоела трясущаяся картинка от GoPro Hero 4 Black, да и, в общем, в пятой версии ничуть не лучше, несмотря на цифровую кропанную стабилизацию. Поэтому смотрите единственную, достойную вашего внимания на сегодняшнем рынке, экшн-камеру и все подробности о ней в нашем честном обзоре прямо сейчас. Меня зовут Евгений Донец, но, впрочем, как и всегда, поехали! С чего стоит начать наш честный обзор? Ну, конечно, со сравнением этих двух камер-лидеров на сегодняшнем рынке. Обе снимают формат 4K, 30 кадров в секунду. У обеих пишется звук, в данном случае моно, но она мне больше нравится, чем Hero 5, кстати. Я постоянный пользователь этой штуки. Напрягает отсутствие стабилизации, а здесь стабилизация не просто есть, она еще и гибридная. То есть используется цифровая плюс оптическая стабилизация, то есть стабилизатор, стоящий на матрице. Я трясусь, камера остается на месте. Ну, я примерно сейчас демонстрирую, как работает стабилизатор. Он, к тому же, электронный. Это значит, что он реагирует на мои движения электронным образом. То есть там гироскоп встроен, и он корректирует, корректирует камеру так, как надо, чтобы она на месте стояла. Первое... Сука, что ты сверлишь, а? Эй, ты хочешь сверлить козел? Хватит сверлить, работаем! Твою мать! Первое, что я почувствовал, когда взял эту камеру в руки, ядрен батон, она просто шикарная. Она тяжеленькая, она добротная. У нее прекрасный поликарбонат, блин, просто пластик, пластмасса, который блестит. Вы знаете, это смотрится очень дорого, красиво. Естественно, оптика в данной камере, она не ноунеймовская, как у GoPro. Непонятно, чьи там стекляшки стоят. Ну, якобы GoPro-шные. Здесь оптика Zeiss, то есть известный бренд. Мало того, даже посмотреть на линзу, она существенно больше, чем у GoPro Hero 5 и четверки. И при этом, значит, светосила выше. А действительно, в темноте снимает намного лучше. У этой камеры интуитивное понятное меню, причем оно управляется даже вот с местного дисплея. Я разобрался с первого раза к GoPro Hero 4, привыкал около года. Есть три способа управления этой камерой. Первый способ – это при помощи жидкокристаллического дисплея. Второй – при помощи часов, которые похожи на гаджет задрота, либо на гаджет профессионала, что в данном случае. Ну и, конечно, подключение к мобильному телефону через приложуху, которая управляет более расширенными настройками. Не совсем-то это удобно. Знаете почему? Потому что садится быстрее, плюс телефон садится, плюс неудобно таскать всю эту балду. В общем, вот этот дисплей, он себя зарекомендовал как крайне удобная штука. Мало того, он очень долго работает на одном заряде аккумулятора. Поэтому, если вы профессиональной съемкой занимаетесь, я вам покупать рекомендую данный дисплей. Он не дешевый. Ну а если вы не занимаетесь профессиональной видеосъемкой, то все очень просто. Снимать на экшн-камеру нужно примерно так. То есть, направляете луч из камеры, из объектива себе вот сюда, в нижнюю часть шеи. И получается, что вы в кадре, как я сейчас, находитесь. То есть, в нормальном абсолютно положении. Смотрите еще раз. Вот так направляете, так чтобы вот в шею себе, да. И получается, что вы в кадре находитесь в нормальном положении. Так, что с балансом, твою мать? Я не хочу показывать коробку. Не знаю, кому она вообще интересна. Но вы же потом скажете, а он мне объективную картину показывает. Да вот она выглядит вот так. Коробка, ничего в ней такого нет, кроме инструкции. Инструкция на этот раз очень полезна. И если очень часто мы получаем инструкцию, которую лучше читать где-то, сидя на троне, то в данной ситуации инструкция действительно интересна. И она многое объясняет. Все остальное понятно интуитивно. Но вот некоторые значки, в них нужно разобраться. Занято! Начнем с подробного осмотра самой камеры. Вот это кнопка включения. Вот это приемник пульта дистанционного управления, который в комплект не входил. И он есть только у FDR X3000. Это кнопочка меню. У нас вот здесь находится панель дисплея жидкокристаллического. Кнопки вверх и вниз. Лампочка записи. Всего их три. Они очень красивые и разные. В разных местах, в смысле, находятся. По зональности. И можно отключить две, оставить только одну, чтобы она не мешала и не палила тебя, когда ты снимаешь кого-то втихаря, но при этом ты знал, что снимаешь. Очень шпионская штучка. Здесь кнопка record. Фото-видео. Она же. И кнопочка enter. Индикатор. Rec live. И NFC. NFC для того, чтобы быстро сделать хорошие и правильные настройки. Прикладываешь телефон. Хлабысь. И все настройки уже там. Это тот самый объектив. Красивый и замечательный. Многие думают, что так много дырок впереди. Где здесь микрофоны и где динамики. Так вот, знаете, вот это у нас динамик. А который пищит и издает вот такие звуки. А вот это у нас микрофоны. Здесь находится крышка батарейного отсека. Переходим к дальнейшему рассмотрению. Это крышечка разъема HDMI. Out разъем мульти. Micro USB. И, конечно, гнездо для микрофона. Внешне микрофона, как вы понимаете. То есть можно вести профессиональную съемку. Но нельзя контролировать записываемый звук при помощи наушников. Поверьте, он и так будет классный. Крышка для отсека. Карты памяти. Здесь нужно отметить, что это мультикарта памяти. То есть вставляются карты двух типов. И когда я пытался вставить карточку microSD, она у меня, в общем-то, и не сразу вставилась правильно. Как будто карты не было, показывала камера, что битая карта. И я испугался, а потом просто вот вставил нормально, и все получилось. Учитесь вставлять, мужчины. Давайте изучать характеристики этой камеры. Максимальное, что она может, это 240 кадров в секунду в формате HD первого поколения. Ну, то есть 1280 на 720. Это, в принципе, очень неплохой результат, если ты хочешь экспериментально рассмотреть, как капля воды разбивается об асфальт. Ну, прикольно. А если мы говорим о нормальных разрешениях, то это Full HD с частотой 120 кадров в секунду. Является, в принципе, объективно хорошим показателем. Съемка Ultra HD, то есть 2K, она вообще отсутствует. Зато вот Ultra HD 4K здесь 30 кадров в секунду. Угол обзора данной камеры 170 градусов. Причем угол регулируется. Можно сделать поменьше. То есть режим Medium. И можно сделать без искажений. Тогда исчезает эффект рыбьего глаза под названием Fish Eye. Есть еще такой блогер, Fish Eye. Крутяк. Переходим дальше к формату видеофайлов. Это MPEG-4. Это AVC H.264. Кстати, хороший формат. У него цвета очень яркие. У MPEG-4 цвета тоже яркие, но какие-то неглубокие. Запись звука ведется на два микрофона. И звук получается стерео, направленный вперед, очень разборчивый. Потому что звук распространяется у нас по прямой. Он не может делать вот так. Если он попадает туда, то отражается от воздуха, то есть рассеивается. И попадает в микрофон с искажением. А нам нужно, чтобы прямо звук шел. Вот сами посмотрите экспериментально. Если вы ухо вот так на источник звука направляете, лучше же слышно. В данной ситуации та же самая аналогия. Но очень просто понять, как это работает. Разрешение нашей матрицы 12 мегапикселей. Снимает фотки, делает серийную съемку. Аккумулятор. Нужно отметить, что вроде бы по миллиампер часам он не очень-то и большой. 1240 миллиампер в час. Но скажу вам так, что покупка дополнительного аккумулятора оказалась бесполезной. Потому что вполне себе хватает одного аккумулятора на одну съемку. Но если вы профессионал, то, конечно, вам второй аккумулятор понадобится. Либо аккумуляторная ручка. Кстати, камера при длительной съемке, особенно в формате 4К, может перегреться и выключиться. Это не страшно. Там есть защита от перегрева. Отстыло чуть-чуть и снова продолжает работать. При мне такого не происходило ни разу. Вес камеры 114 граммов вместе с аккумулятором. Она чуть-чуть тяжелее GoPro Hero 4 Black Edition. И, наверное, примерно такая же субъективна по ощущениям, как GoPro Hero 5. Но смотрится как-то чуть-чуть таки поприятнее и подороже. Это, на мой взгляд. Не потому что белая и стильная. А просто, ну, какая-то более, может быть, приятная. Почему? Субъективно. Не знаю почему. Вот так мне кажется. Что интересно, в этой камере есть GPS-модуль, который записывает все данные. Например, вы едете на велосипеде, и у вас на голове или на руле камера Сонька, и она все снимает. При этом она записывает в файлы то место, где вы находитесь, с какой скоростью вы перемещаетесь. И когда вы будете монтировать видео в приложухе от Соньки, то получится очень интересный кадр. Вот такой. Вот это вы перемещаетесь, вот это сбоку карта, и вы знаете, мне кажется, довольно стильная штука, да? Согласитесь. Кроме того, здесь есть два варианта Wi-Fi. Это для того, чтобы, видимо, еще и с квадрокоптера снимать, когда камера находится от вас на большом отдалении, например, на километре, да? То, соответственно, можно включить более мощный Wi-Fi, и все еще будет передаваться сигнал с энергопотреблением, превышающим норму. Естественно, а как вы хотели. Отзывы об этой камере от пользователей исключительно хорошие, потому что плохих я ни разу не слышал. Заметьте, Sony это вообще шикарный бренд. У них экшн-камеры классные. Обычные камеры тоже супер, профессиональные супер. И даже у них приставки игровые, шикардос. Я даже хочу Sony PlayStation, PS4, и чтобы она была в формате 4К, как мой замечательный самсунговский телевизор. И чтобы обязательно была с приставочкой Pro. Я вот люблю все профессионально. Я любитель хорошей техники. Итак, есть три лидера на рынке экшн-камер на сегодняшний день в 2017 году. Это камера Wii, продолжение Xiaomi, но не имеющая к ней уже никакого отношения. Wii в формате 4К тоже достойно снимает видео. Стоит на порядок дешевле всех ее аналогов. Примерно в районе 20 тысяч рублей на начало 2017 года в России. Что касаемо Sony, она стоит 32 тысячи рублей на сегодня. И GoPro Hero 4 Black Edition, разный там разбег от 30 до 35 тысяч рублей, как ни странно. И она, значит, стоит, как и GoPro Hero 5, примерно одинаково. Ну, наверное, если у вас не было Hero 4, то можно взять Hero 5. Если у вас уже есть Hero 4, то пятерка нафиг не нужна, потому что это получится шило на мыло. Илюха рассказывает интересную историю, как покупал Sony, говорит, пришел в магазин, а там продавец говорит, что за странный выбор у вас такой необычный. Почему Sony, почему не GoPro? А Илья сказал, что мой приятель Евгений Донецк посмотрел отзыв и порекомендовал мне посмотреть отзыв. Вот, после того, как я посмотрел отзыв, я поехал не за GoPro, а за Sony. Впервые эту камеру я увидел в интернете, и даже еще не держа ее в руках, я смог посоветовать другу именно вот такой выбор сделать. Это был один из обзоров, где сравнивали по качеству Sony и GoPro. Действительно, Sony оказалась на порядок выше. В темноте она видит лучше, цвета у нее интереснее, звук более направленный и разборчивый. И, что самое главное, картинка удивительно стабильная. Человек бежит, а там как будто электронный стабилизатор трехосный у нее. В общем, вышел я на вечернюю прогулку по Питеру. Вот здесь я остановился у Ильи, дома в гостях. Ну, заодно затестировать камеру в ночном режиме, посмотреть на стабилизацию. Это Донецк, Питерский. Князев, ну ты боксируешь, как Рокки Борьба. Питер, Питер, ты столько знаешь, ты много видел. И все, что я хочу сказать тебе, это только слова. Всем привет. Рыбай на хуй. Эй, с маслицей вашей, у вас вас с маслицей. Эй, тебя слышь, ты вот справа сидишь. Именно тебя, который вот ты там. Справа от монитора ты сидишь. Давай, чтобы маслицей бил всегда, ты маслицей дал, эй. Маслицей должен всегда быть, чтобы маслик катался, ты как сыр. Как сыр, да. Эта камера более приятна, она как конфета. Она более логична по форме и похожа на так называемую староверскую камеру, как говорит мой друг Павел Жданов. И вы знаете, это лучше, на мой взгляд, чем тот квадратик, который мы видим в случае с GoPro. Да, на шлем может быть не совсем удобно, но для съемки видеоблогов, вы посмотрите, да елки-палки. Мы держим ее в руках, мы можем зажимать ее вот так, мы можем направлять ее вот так. Но она шикарная, действительно, ну очень удобно. Есть такие неприятные люди, которые называются хейтеры. Хейтер синоним слова неудачник. Но люди, которые пишут отрицательные комменты и наверняка мне сейчас наклепают, ты продался Sony, поэтому хвалишь ее. И ты продал GoPro, а GoPro это как iPhone. Как iPhone это, понимаете, вот действительно. Но я лично выбираю камеру не потому, какой бренд она носит. Я выбираю камеру по качеству картинки. Это для меня самое важное, что я имею на выходе. Если GoPro у меня в темноте слепошарая, я снимаю банкеты, которые проходят в ночных клубах, в ресторанах, где всегда приглушенный свет. И у меня получается какая-то каша в итоге. Ну нахрена мне тогда ваше GoPro, если я возьму Sony, все будет ярко и красиво. Я получу качественное видео, которое я покажу людям, и мне будет не стыдно. Но ведь есть в этом логика. Хейтеры, я протестировал эту камеру на автономность, и она действительно мега автономна. GoPro держит аккумулятор с подключенным дисплеем, если мы говорим о четверке, всего лишь 20 минут, и просто вырубается. Здесь со включенным дисплеем, который передает картинку через Wi-Fi, получает ее, да, мы работали почти, твою мать, 2 часа. Два часа это бешеная автономность, такое чувство, что там маленькая атомная электростанция внутри. Причем самое интересное, вырубилась первая GoPro, а я тестировал на стандартном формате 25 кадров в секунду в Full HD. Автономность имеет огромное значение. Почти час она работала, и дисплей показывал мне, что оба аккумулятора на три деления. Ну вот сами посмотрите, вот пропало первое деление, посмотрите на цифры вверху дисплея. Видите, сколько времени прошло от записи, видите, сколько времени вообще сейчас. Переходим сюда, посмотрите, пропало одно деление, пропали два деления. Камера выключается, а дисплей продолжает работать, и у нас в запасе еще несколько делений. Блин, автономность просто бешеная. Итак, звук сейчас пишется на встроенный микрофон камеры, и, собственно говоря, вы можете посмотреть и на качество картинки, и, в принципе, на все остальное. Итак, вангул. Как сказал мой друг Евгений Березов, Жека, нафига тебе эта экшн-камера, если ты уже три раза меняешь батарейку? Каждые 20 минут она садится. Он не понял прикола, он пользуется Сонькой, ну, первого поколения, старенькой. Он сказал, ты знаешь, я вставляю один аккумулятор и забыл, она снимает и снимает. Ну, действительно, автономность имеет огромное значение, но где ты, катаясь на снегоходе, будешь менять этот, блин, аккумулятор? Подводя итоги, могу сказать, что экшн-камера Sony FDR-X3000 превосходит GoPro Hero 5 во всех отношениях и является лидером на сегодняшнем рынке по качеству картинки. Она подойдет не только профессионалам, но и любителям. Для любителей наиболее важно иметь стабильную картинку, а не смотреть на какую-то трясучку в кадре, которая напрягает абсолютно всех, даже тех, кто снимал это видео. Недостатки этой камеры в отсутствии водонепроницаемости, которая имеется у GoPro Hero 5. То есть ты нырнул, вынырнул и можно, в общем-то, и в бокс не погружать ее в аквабокс. Он и так уже встроен. Здесь желательно бы погрузить, потому что здесь есть только пыли и брызгозащита. Да и пофигу, что это так. Зато у этой камеры есть защита сверху. Если аквабокс или бокс защитный разобьется, мы его поменяем и с камерой все будет в порядке. Это же экшн-камера, правильно, она падать может. А если она бабахнется своим корпусом, могут быть некрасивые повреждения. Например, линзы. Кстати, есть защита такая квадратная, некрасивая, не хотел бы я такой. Поэтому для защиты я использую маленький колпачок, этакий презерватив для объектива. И он, вы знаете, спасает от всякой грязи. Все как в жизни. Другими словами, автор честного обзора Евгений Донец, которого хрен подкупишь, потому что я не профессиональный обзорщик. Я камеры беру где-то у друзей, либо покупаю их сам. Поэтому, покупая Sony FDR-X3000, вы получаете действительно надежный вариант и хороший выбор. И можете написать мне отзыв и сказать спасибо в нем, если вам понравился мой совет. Ставьте лайки, это для меня очень важно. Сделайте репост, это еще важнее. Честный обзор должен раскрутиться. Люди должны услышать субъективное, но абсолютно правильное, честное мнение, непредвзятое, от автора, которому, в принципе, не ради денег хочется этим заниматься, а ради вас, мои дорогие зрители. И помните хейтеры, которые будут писать негативные отзывы, а без них никуда. Это нормально, но только если конструктивная критика. Помните хейтеры. Хейтер – синоним слова «неудачник». А вот конструктивный комментарий, даже если он отрицательный, я не только почитаю, я приму к сведению и в следующий раз исправлюсь и стану снимать гораздо лучше. С вами был Евгений Донец. Всем пока. Увидимся наверняка. Нужно за старое посолить друг другу, чтобы избежать в дальнейшем ссор в вашей семье. То есть Дима сейчас берет и Полинь за тот момент, когда она не дала, собственно, сгибам, посидеть с друзьями, а Полина ему в ответ, когда он все-таки пошел, не спросив у нее. Поехали. Встать, кроме вас, ребята, потому что вы сегодня царь и царица, все яруси. Мы как бы у вас на поклоне сегодня, а все встает, а вы сидите. Я всегда предоставляю слово первому человеку, который самый стеснительный, который вообще ненавидит микрофон. Этого человека очень легко вычислить. Когда я все это говорю, он начинает специально есть. Конкурс танцевальный. Давай, давай, я с тобой. Я с тобой, братишка, давай. Давай, давай, мы на тебя смотрим всех. Могу сказать, что раньше скептически относился к этой традиции. А потом, вы знаете, начали обращаться девушки, которые поймали рядом на букет. И... Опа! Вот что будет. Вот что будет.